Страшно ли мне? Немножко. Привет, мои хорошие! С вами Селена, и сегодня ванна красоты. Ура! А посмотрите на мои реснички. Да, я решила сделать полностью фиолетовые, никак еще не могу к ним привыкнуть. И поняла, что, наверное, не хватает каких-то ярких фиолетовых прядей на волосах. В прошлый раз у меня были черные, и немного было фиолетового, а сейчас я решила сделать полностью фиолетовые ресницы. И сначала я офигела, такая думаю, блин, ну это, скорее всего, не для каждодневной носки, они такие яркие прямо. А потом подумала, что, ну я блогер, могу себе позволить, в офис мне никуда не идти, и мне, наоборот, классно, чтобы ярко выглядеть, да? Ну, в следующий раз я, наверное, сделаю все-таки черные, они такие яркие. Ну, в общем, я человек-экспериментатор, вот мои фиолетовые ресницы, с которыми я прохожу весь месяц следующие. Итак, а что мы будем делать сегодня с волосами? Сначала я подумала сделать кончики фиолетового цвета, ну точно такой же фиолетовый цвет. Я вам показывала эту красочку уже. Плей, взяла ее в Ашане. Здесь в эту краску входит осветляющий порошок, но мы им не будем пользоваться, так как у меня осветленные волосы. Я хочу сделать просто прядки. Прядки где-то у лица, не знаю сейчас, в каком я сделаю это в варианте. Может, я прям возьму кусок пряди, вот так сделаю фиолетовый, либо я подниму верхние волосы, сделаю внизу фиолетовым. В общем, тут немножко совсем, на самом деле, вот этого геля. Мы посмотрим, как будет смотреться. Итак, беру я этот гель. Сейчас я мою голову, расчесываю волосы, и потом мы выбираем пряди, на которые мы нанесем этот гель на 30 минут, а потом будем смывать. Поэтому сейчас первым делом я иду мыть голову и к вам вернусь. Ну что, я помыла голову. Все три. Я помыла голову без бальзама. Просто шампунью помыла три раза и расчесала. Сейчас без бальзама это, конечно, сложнее, но на удивление волосы нормально расчесываются. Сейчас я выделю пряди, которые я буду красить, а остальные я спрячу. Ну что, я заколола почти, что все наверх. Вот здесь вот по пробору я убрала волосы свои наверх, да, и вот буквально вот здесь вот в этой передней части я выпустила волосы. Это все мы будем красить фиолетовым цветом. Остальное все наверх. И когда оно все покрасится, вот эти пряди верхние, они опустятся, и как бы фиолетовый, он не будет начинаться прям с корней. То есть он будет где-то из-под низу, так вот, да, и вот у лица как бы. Вот потому что фиолетовые ресницы, они требуют чьей-то еще яркости у лица. Все, в комплекте входят у нас перчатки. Мы их одеваем. Страшно ли мне? Немножко. Ну я надеюсь, что все оно смоется и не оставит никаких стремных пигментов. Вот это самое не классное. Так, откручиваю я наш гель. Он запечатанный. Вот совсем немножко, видимо, он рассчитан на короткие волосы и две маленькие пряди. Цвет какой-то прям фиолетово такой, фиолетово. Видите? О, красивый. Цвет красивый. Так, еще хорошо бы вообще куда-то выдавить, чтобы я видела, что я там намазываю. Потому что если сейчас у меня... Первое, я буду прям у лица стараться делать. Вот так вот. Я вообще молодец. Я не прочитала, сколько держится вообще, что это за пигмент. Ну, в принципе, как всегда. сразу со второй стороны вдруг не хватит, чтобы хоть что-то было с двух сторон. И вот, в принципе, и все. По всем кончикам я прошлась и сделала. Ну, вот буквально, на самом деле, и хватило вот этого всего у меня на вот эти прядки. прочёсываем всё. Ну что, лишненько вытрем тут немножко, да? 30 минут теперь нужно мне это всё дело продержать, потом смыть сначала холодной водой, потом горячей, а потом бальзамом. Все волосы промыть. И посушим, посмотрим, что получится. Мне кажется, что это будет прикольненькое. Можете поставить паузу сейчас и в комментариях написать, какие ожидания у вас от моей прически. Ну что, мои хорошие, прошло полчаса. Что хорошо, что мне не нужно было накидывать на себя ничего. Мне ничего не испачкалось, потому что гель этот очень быстро высыхает на волосах. И вот сейчас он, ну, волосы сухие, такие вот, и классные. Очень удобно. Так, сейчас главное не смыть нам всю эту красоту. Я бы прям все волосы так покрасила. Такой красивый цвет, прям глубокий. Значит, оставить на волосах на 30 минут. По истечении времени воздействия тщательно промойте волосы. Сначала прохладной водой, затем тёплой. Вот. Это важно. Прохладной. Видимо, чтобы закрепилась, а потом тёплой. Не наоборот. Поэтому сейчас я пойду смывать волосы. Всё уже, конечно, отколю, расколю. Ещё приятный запах, кстати, у этого бальзамчика. Пробору всё. Вот сверху будет, видите, мои волосы. А снизу уже там будет виднеться что-то. Так. Ну, пойдёмте смывать. Сначала холодный, потом горячий. Ну что, всё помыла, сбрызгнула. Ещё ничего не сбрызгнула. Бальзамчиком только помыла. Волосы мягенькие. Сейчас я их запшикаю. Попшикаю их уходовым средством своим. У меня вот такой. Я уже его показывала неоднократно. Всегда. Я это делаю после каждого нитья. Волосы легче расчесываются и вкусно пахнут. Всё расчесали. Теперь берём фен. Он тоже у меня фиолетового цвета. И сушим, сушим. После того, как я немного подсушила, видите, они ещё влажненькие, я беру масло. Я сразу об уходике своём буду рассказывать, потому что часто спрашивают, хотя я каждый раз почти рассказываю об уходе. И возьму, например, чи маслице своё. Две-три капельки. Сейчас сделаю две, потому что краска, мало ли, не знаю, чё. И прям по кончикам вот так вот прохожусь, чтобы они блестели, шелковились. Вот так. И продолжаю дальше сушить. Ну что, мои хорошие, вот я и посушилась. Смотрите, мне кажется, вообще очень круто получилось. Прям, прям профессионально. Такие красивые прядки выглядывают у меня из-под низу. А представляете, ветер вот такой, идуть я такая, иду прям вообще. А так раз и блондиночка. И как бы ничего такого лишнего. Корни не задействованы. Где-то там изнутри тоненько, аккуратненько выходят эти прядки. Очень красиво, мне кажется, очень достойно. Напишите, как вам. Вот. Захочу заколоть, раз, такая заколола. Симпатично. Что-то там выглядывает под мои реснички, да? Захотела вот так вот сделать вообще этот куклюшку здесь. Тоже красиво. Мне очень нравится, и прям, знаете, я не знаю, что это за пигмент, сколько он держится, как Лондо, он может 24 часа, но мне бы хотелось, чтобы он как можно дольше в первозданном вот таком своем цвете сохранился. Мне кажется, очень красиво. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было полезным, интересным для вас. Я постараюсь такой пигмент найти еще. Посмотрим, сколько он будет вообще держаться на вас. В следующих видео вы уже увидите меня накрашенную, красивую, другие видео буду снимать. При другом свете посмотрите вообще, как это все смотрится. А, сейчас, кстати, на дневной свет пойдем. И поищу вот пигменты вообще, чтобы они действительно были такие яркие, глубокие, красивый цвет на самом деле. Мне прям нравится. Как нанесла, так вот он и остался, не смылся. Буду искать, в общем, пигмент. Мне просто еще очень интересно, в какой цвет он будет смываться. По-моему, фиолетовый, насколько я помню, даже тоника там, да, смывался в такой серый цвет. И это будет хорошо, потому что серый, это более-менее, чем зеленый или какой-нибудь оранжевый. Ну, а теперь цвет дня. Вот, можете все сами смотреть. По-моему, очень-очень достойно все. Красиво, прядки прямо откуда-то там изнутри выходят. Класс. Я бы даже больше сделала. Раньше, на самом деле, мне делали как-то такое милирование. Это называется милирование, мне кажется, для ленивых. То есть, мастер моя, она брала, значит, прядь такая, убирают. Называется ленточное, по-моему, милирование. Потом берет вот так вот плядь, 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 берет эту прядь, полностью ее осветляет, убирает, потом опять прядь убирает, а следующую уже делает как надо, вот так вот. И вот так через одну. Типа, милирование для ленивых. Такая, это я была еще молодая, в Ростове, где-то меня так покрасили, и я так смотрю, знаете, середина наполовину, не очень мне понравилось. Но с цветным можно, мне кажется, это сделать, и прям я бы покрасила себя реально вот так вот прядями. И пряди, чтобы пожирнее были такие. Будет очень круто. Все, мои зайки, дреснички, смотрите, вообще. Класс. Все, мои хорошие, я надеюсь, мое видео было реально полезным для вас и интересным. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду продолжать экспериментировать с разными красивыми цветами. Как видите, я не стою на месте, я люблю яркость, меняться и так далее. И, конечно же, со всем этим буду делиться с вами. И подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз, чтобы не упустить мои новые видео. Также скоро будет конкурс, буду презентовать свой новый канал. Ссылку я уже на него оставлю под видео. Ну, а с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Пока-пока!